какая погода сегодня пасмурная всем добрый день пасмурная она такая комфортная весенняя сегодня у нас 10 апреля так на улице вчера было очень солнечно и тепло а сегодня всю ночь шел дождик и вот так на улице такая погода в обнинске я нахожусь и не сказала что это обнинск такой маленький городок но он очень уютный вот это их знаменитая 3 класса магазин сегодня наверно сейчас пойду туда и посмотрим что там тут там есть какие какие товары остались по каким ценам тем более нам надо посмотреть с вами и конечно я в конце ставлю ролик продолжение как я находилась госпитале после операции вот еще пока у меня отек есть он уходит очень медленно постепенно ну конечно это же операция как было написано там в моей истории болезни но не болезнь но в моей истории первой степени сложности поэтому понятно сегодня значит на 10 это 11 день после операции чувствую конечно себя намного лучше чем чем когда лежала там больница потому что уже ходишь по воздуху но дышишь свежим воздухом и состояние конечно улучшается вот так сейчас посмотрим ну так спорт массы пойду зайду и вот манга который магазин я всегда захожу сейчас посмотрим немножечко цены магазин так магазин я не знаю снимать не буду наверное ну да вот так по ценам ориентироваться то что раньше стоило допустим так главное чтоб не заблудиться то что раньше стоило допустим полторы в манго сейчас это три с половиной они такие вузки там вообще смотреть не на что так что цены конечно сейчас хочу зайти в спортмастер так еще куда посмотреть глория джинс вот сразу горячей поднимается по лестнице я так думаю что везде цены подняли вот так вот здесь из кроссовки посмотрю вот здесь написано женские летние не знаю как они могут быть летние здесь сколько ну здесь такие все кроссовки такие некачественные мне кажется дешевые в общем тут все такие цены они раньше чтобы были маленькие цены я не знаю чья это обувь так сейчас пойду посмотрю говорится тоже наверное там снимать не буду просто посмотрю ну что отличные майки посмотрела кто производит стоит кстати 1199 производства ростов на дону отличные майки теперь нам будет майки шить ростов вот так вот картон стопроцентный ну а что очень даже неплохие такие расцветки были модные да я покупала я покупала мы летели с кубой там вот такие вот чё нас сейчас будут копировать и пожалуйста и цены вот недорогие на футболке что надо ну молодцы подсуетились быстренько так что такая футболочка это тоже их стопроцентный катон почему нет 1300 1300 вот такая вот так так что носить будет что носить будет что носить будет что вот такие вот пожалуйста как в турции я покупала на такие костюмчики такой у меня тоже есть кстати желтенький и с кофточкой вот он тоже желтенький висит не удивлюсь что это тоже отшивает либо фабричный китай либо ростов так смотри коллинг ну это то не буду заходить костин все работают мази магазин все работает в общем а везде и россияне точно не останутся потому что ростов быстренько подсуетился называется поддержим отечественного производителя и очень даже качество вот один в один вот как я в турции покупала вот эти да спортивные костюмы качество один в один так вот на третий этаж сейчас поеду в спортмастер еще все там тоже снимать не буду вот ну цены я хочу сказать что разные вот такой костюм который можно в турции купить за три ну кофточку и и штаны то здесь вот ну вот ростовский за пять тысяч можно купить вот вот ну вот так обуви полно всего всего полно и вот так внизу тоже самое и народы сегодня здесь я смотрю много люди ходят по магазинам одеваются смотрят обувь так что все хорошо всего навалом цены вот допустим вот есть футболки до я сейчас смотрела даже по тем ценам которые раньше были есть чуть чуть повыше ну и назначительно вот допустим салли пожалуйста даже скидка так что ну а теперь как я и говорила я сейчас включу видео продолжение о том как я находилась в госпитале удачного всем просмотра всем доброе утро сегодня у нас воскресенье четвертый день моего пребывания в госпитале после операции чувствую себя ну как можно сказать удовлетворительно уже хожу гуляю по коридору уже лежать конечно не очень хочется погода у нас за окном но просто новогодняя не хочет зима уходить такая недель была вчера целый день так ну разговариваю я конечно еще еще так себе но показывать пока только вот так себя могу потому что там слава богу волосы прикрывают все чешется шейка чешется на щеке все опухло губы опухли в общем отечность идет и поэтому вот так я разговариваю пока потому что ну все очень пухое лицо конечно конечно сейчас завтрак у нас по расписанию времени 85 9 завтрак завтрак мне уже принесли чай ну как всегда йогурт вот этот мне нравится натуральный яблочко яблочко водичку потом принесут санитары санитары здесь ну ребята военные я не знаю как вот так будем завтракать так ну и конечно же традиционная прогулка после завтрака так вот здесь вот дежурная медсестра мне уже сделали перевязку ну не перевязку а так обработали с вы и я вот здесь такие картины по коридору главное они есть и вот эти картины такие красивые вот так вот вот здесь вот перевязочная я сейчас там была сегодня воскресенье то же самое как и в субботу все тихо спокойно можно пойти погулять там вон сейчас покажу книги 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 вчера тоже подходила здесь смотрела здесь можно художественная литература есть и что я вчера заметила здесь очень много вот таких молитвы отче наш есть ну госпиталь военный это все все для солдатиков молитва вот та самая перед операцией вот мне надо было это читать наверное Господу Иисусу Христу умереть нам не удастся вот эту вчера книгу смотрела записки и проповеди очень интересное тоже разумное основание веры так что вот здесь в основном все московские и по социальные ведомости вот так вот вот чем больше тепла тем выше призвание вот таких книг очень много здесь вот слова вне памяти особо чтимых святых таких тут очень много они знаковые все что ли не пойму так также есть вот художественная литература спецназ расплавленное море в общем Анна Данилова если надо что-то если кому скучно а вот еще про спецназ пятый квадрат вот что я хочу сказать сейчас у меня четвертый день после операции нет ну сейчас да состояние такое более-менее наконец-таки пришла из себя и смешно и ну вот что я хочу сказать что конечно если бы я все знала все знала бы все эти тонкости наверное я бы на этот шаг сейчас не пошла вот это я точно могу сказать потому что как доктор мне сказал эти операции начинают делать после 42 лет ну это более безопасно человек еще не нажил себе столько там каких-то хронических болезней либо что-то еще самое главное да чтобы не поднималось давление чтобы сосуды были в норме так как у меня у меня вот после операции на первый день у меня начали начались там скачки давления да он очень испугался боялся что его вызовут на ночь вдруг мне станет плохо ну слава богу все обошлось надеюсь вот мне кажется это того не стоит вот это такая вот эта красота она того не стоит чтобы ну я как бы я и раньше нормально следила за своим своим лицом подкала все хасывала но надо было так и все и продолжать делать нет же мне захотелось больше да я сделала блефара это вот ну глаза блефара пластика и фейслифтинг это подтяжка лица в общем в истории болезни я читала что это вообще операция мы еще лоб не стали делать он сказал лоб у тебя нормально вот он сказал что это это операция первой степени сложности считаются во-первых он еще делал из завода как-то они берут еще жир и в общем подкос закачивают но это типа липосакций наверное и в лицо вот вот так так что вот такое мое мнение пока на сегодняшний день я не знаю как это что я через неделю буду думать я не знаю но пока вот так вот хожу гуляю по коридору вот ребята сидят общалась с ними вот из горячих точек пожалуйста вот такие у всех вот такие раны в основном руки-ноги очень страшно конечно так четвертый день подходит к концу сегодня слава богу было солнышко снега такого уже не было как вчера ну вот четвертый день после операции что-то у меня к вечеру 37,2 было ну не знаю сейчас медсестра сказала пейте больше воды да я сегодня мало пила воды и возможно это из-за этого вот а вообще мне как бы кололи антибиотики вот три дня утро вечер потом что еще чтобы отечность спадала какие-то капельницы были потом деклофинампули свечи вот обезбаливающих то скололи ну это так по если мне надо было особо обезбаливающих ну как бы особо так ничего не болит то что вот единственное что все натянуто лицо а так боли как бы уже особо никаких ну вот так что я что-то переживаю дом почему температура ну и главное вот так она говорит давай перемери я только выпила воды один стакан проходит 10 минут мы перемеряем 37 уже температура так интересно ну может быть да жарко но у меня всегда вот открыто на эту вот чтобы вот был прохладный в моей моей палате лежишь кушаешь отдыхаешь вот так вот такие дела будем смотреть как будет дальше моё самочувствие 1 2 2 3 1 2 2 1 с 2 3